МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В дивизионе А-экстралиги хоккейного чемпионата Беларуси накануне состоялись два поединка. Гомель после еврокубковых баталий вернулся к делам внутреннего чемпионата. Здесь у Рысей также пока не клеится. В выездном поединке против солигорского шахтера гомельчане открыли счет уже на первой минуте. Отличился Скоринов. Удерживали преимущество гости до третьего периода, в котором точные броски Шеллига и Туркина принесли победу горнякам 2-1. Жлобинский Металлург не смог в гостях победить лидера таблицы «Юность». На старте поединка столевары дважды вели в счете, однако столичная команда отыгрывалась и даже сумела выйти вперед. Первый период остался за хозяевами 3-2. Дальше забрасывали только подопечные Михаила Захарова. Итог 6-2 в пользу «Юности». Завтра Металлург едет в гости к горнякам. Гомель играет с «Юностью». Женская команда гонбольного клуба «Гомель» с победы начала 2019 год. Дружина Томаса Чаттера после новогодних каникул принимала на своем паркете «Бересте». Гомельчанки победили более чем скромно – 30-24. В субботу 19 января в гости к «Гомелю» наведается «Березина». Игра пройдет во дворце игровых видов спорта. Начало в 16.00. С 21 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. На льду Минской арены выступят сильнейшие спортсмены континента. В «Гомеле» в эти дни соревнуются те, кому в будущем на подобных стартах представлять нашу страну. Второй тур первенства Беларуси «Звездочка» собрал 200 юных фигуристов. В том, что Беларусь принимает континентальный чемпионат по фигурному катанию, есть заслуга и «Гомеля». На арене Гомельского ледового дворца прошел первый в истории страны международный турнир по фигурному катанию под эгидой Международного союза конкобежцев. Было это в 2008 году. В него спустя 11 лет Беларуси доверили проведение чемпионата Европы. Турнир «Звездочка» также зародился в «Гомеле». История этих соревнований насчитывает 17 сезонов. В первых турнирах «Звездочка» принимали участие небольшое количество спортсменов. Турнир приобрел популярность большую. И поэтому он проводится у нас сейчас постоянно. С каждым годом все больше участников. Первый тур первенства Беларуси «Звездочка» прошел в ноябре в Пружанах. Гомельский этап собрал 200 спортсменов. Самое большое представительство у Минска – 80 фигуристов и «Гомеля» – 70. Возраст от 7 до 16 лет. Хозяева к домашнему этапу подготовились хорошо. И намерены собрать богатый медальный урожай. К данным соревнованиям мы готовились. Готовились очень серьезно, потому что республиканские соревнования – это одна из показателей работы вообще школы в целом. С нашим количеством хотим захватить хорошее количество медалей для того, чтобы попасть в финал. Кстати, счет с завоеванным медалем гомельскими фигуристами открыл Никита Гринштейн. Он занял второе место в своей возрастной категории. Завершится второй тур первенства Беларуси «Звездочка» в субботу. Лучшие спортсмены выступят в третьем финальном раунде, который состоится весной. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова